добрый день дорогие друзья это автосалон про тюнинг на улице российская 263 город краснодар и сегодня у нас современный невероятный автомобиль это tesla model x plate погнали автомобиль в классическом стиле tesla очень минималистичные нету никаких лишних деталей которые выбивались бы из общего вида автомобиля за чтобы зацепился глаз в принципе это очень круто как я считаю потому что такой дизайн он не перегружен ничем он это именно то что нужно и как я считаю что это настоящий тренд который нас ждет в ближайшем будущем по передней части у нас ну естественно все прекрасно хорошие современные фары датчики партроников больше ничего нет хотя у машины есть круговой обзор 360 градусов и как это реализовано здесь обычно у всех машин стоит камера в передней части в бампере в решетка радиатора либо в каких-то еще элементах но здесь у нас камера в лобовом стекле которая понимает что у нас происходит снаружи и в принципе кстати в автомобиле очень большое количество камер в лобовом стекле передних крыльях которые понимают у нас препятствия если вдруг дверь будет открываться она здесь автоматически открывается камера поймёт если дух есть какой-нибудь там столб либо человек она в него никогда не откроется еще одна камера в стойке дверей чтобы опять же понимать у нас собственно пространство вокруг машины то есть такое реально современный очень технологичный автомобиль и еще раз если мы говорим про двери у них есть автоматическое открытие как у передних дверей сама открывается так и у задней мы отходим она понимает то есть она меня не касается понимает все таки что у нас сбоку происходит и спокойно открывается на машине установлены заводские двадцатые легкосплавные диски в стиле тесла очень лаконично смотрится красивый подходит к этому дизайну опять же очень просто очень стильно и тем самым это самый выигрышный вариант за ними у установлена спортивная тормозная система спереди у нас четырех поршневой суппорт с большим тормозным диском сзади у нас идут суппорта с двумя поршнями то есть машина точно остановится достаточно хорошо и если мы посмотрим на боковую часть машины опять же очень хочется заострить здесь внимание на этом стиле что каждая мелочь была продумана у нас и диски сочетаются с кузовом боковая линия автомобиля она вся гладкая ручки не выпирают крыша у нас полностью стеклянная идет то есть очень очень все гармонично и классно из боковой части автомобиля мы сейчас видим насколько она низко лежит все это благодаря пневмоподвески которые здесь установлены и регулируются в пяти режимах от самого низкого до самого высокого то есть либо вы едете максимально стильно на такой низкой машине получаете хорошее управление либо вы ее поднимаете и можете заехать на какое-нибудь препятствие переходя к задней части очень опять же по дизайну классно сделано лючок зарядки он встроен у нас фару при нажатии он открывается вверх нету никакого отдельного лючка как на всех машинах сделано которые просто вот так вставляют в крыло и у нас с вами здесь какой-то непонятный прямоугольник все стильно все скрыто все спрятано очень хорошо и в общем если мы смотрим на машину этот серый цвет сделали мы нашей компании про тюнинг это виниловая пленка поверх которой оклеен полиуретан для защиты так что при покупке этой машины об этом уже не стоит беспокоиться на долгие годы она защищена от разных повреждений которые встречаются на дорогах и ко всему этого мы еще сделали антихром опять же у нас серый глянец современный модный цвет черные вставки очень стильно и хорошо смотрится задней части автомобиля мы видим этот спойлер который как раз таки нам говорит что это не простая версия это такой немножко отсылка к спорту и специальный шильдик который показывает что эта модель play в принципе больше ничего не сказать про внешний вид этого автомобиля потому что все минималистично все очень сдержанно и тем самым это очень хорошо влияет окрас таки на ее дизайн и стилистику открываем багажник и видим что у нас здесь целых три ряда сидений то есть здесь поместится к большая компания из 6 человек задний ряд не то чтобы прям для детей можно сесть взрослому человеку только благодаря тому что у нас второй ряд сидений имеет не цельный диван как обычно отдельно два сиденья поэтому пространство воздуха становится больше для третьего ряда сидений я лично сидел в принципе дискомфорта особого не испытал я думаю на далекую дорогу можно будет с комфортом доехать багажник при условии раскинутого третьего ряда не сильно большой но естественно его можно сложить чтобы у нас было еще больше места по бокам у нас имеются дополнительные ниши для различных мелочей аксессуаров и если мы откроем еще и подпол очень примечательно что здесь достаточно глубокое дно под ним во всех автомобилях это обычно небольшая к это ниша а сюда поместится я думаю две-три большие сумки и спокойно пойдем теперь салон посмотрим что у нас там а сейчас секунда магии внимательно следим за руками двери сами закрываются стоит просто нажать на педаль тормоза также сами открываются я говорил салон как и внешняя часть автомобиля как его дизайн максимально минималистично ни за что не цепляется глаз все очень хорошо собрано и естественно вас ничего не напрягает как раз таки отсутствие этих элементов кто-то говорит что машина пустая я наоборот скажу что она идеальная в том плане что вас ничего не отвлекает все аккуратно спрятано у нас идут везде ровные панели никаких лишних кнопок даже кнопки кстати поднятия и опускали зеркал на картах две сделаны максимально минималистично потому что просто в них есть одна полосочка и все нету иконок стекол это и так понятно что это стекла то есть такие кнопки у нас на всех машинах в этом месте дополнительно я думаю не стоит это обозначается здесь двери у нас открываются как с сенсорной кнопки или в случае экстренных ситуаций можно открыть с механической ручкой которая тоже спрятана и сразу даже не понять что это какая-то отдельная ручка самая главная деталь в этом салоне это хотелось бы сказать руль но это собственно штурвал как его называет тесла да в принципе я думаю это больше похоже на штурвал чем на руль при первом взгляде непонятно как этим пользоваться как можно ездить но со временем привыкаешь становится даже удобнее чем с заводским рулем то есть меньше каких-то телодвижения совершаются в принципе очень удобно на руле у нас стандартные кнопки поворотники дальний свет есть два джойстика многофункциональные с них выполняется огромное количество различных опций на этом автомобиле ну и справа у нас кнопка клаксона и кнопка стеклоомывателей двери за рулем у нас находится очень красиво собранная приборная панель почему красиво собранная потому что она имеет такую как бы бесконечную форму которая переходит у нас и в левую часть и вправо туда до конца безумно классно смотрится собственно очень много информации вмещается сюда за счет того что это лет панель то есть разные экрана можем сюда мы устанавливать и огромная мультимедиа это на самом деле новый уровень действительно потому что при пользовании этой мультимедиа системы реально понимаешь насколько хорошо все это сделано насколько идеально все это работает и то же самое что всю жизнь пользоваться android а потом перейти на iphone никаких подвисаний ничего такого нету все работает просто безопречно и еще огромное количество различных функций здесь имеется то есть от настройки самой машины то есть мы видим здесь порядка наверное 12-13 пунктов зайдя в каждый из которых у нас есть также большое количество многофункционала то есть это настройки педалей рулежки подвески можно поднять либо опустить него подвеску настройка зарядкой автопилота и так далее то есть здесь можно прям просидеть много часов просто расстраивая машину много часов а еще и играя в игры которые здесь у нас встроены самое интересное наверное самая моя любимая игра в этой машине это гонки потому что используется именно руль и педали то есть вы сидите в машине она никуда не уедет можно не переживать и поворачиваете собственно пилотом в игре еще одна очень важная деталь которых хочется отметить в этой машине это то что здесь огромная обзорность круговая то есть достаточно минимальное количество слепых зон ощущается это за счет того что у нас большие боковые зеркала панорамное стекло передние которые кончаются прямо над моей головой и действительно крат только в нее садишься это первое что я заметил что очень хорошо все собственно видно что у нас происходит снаружи еще центральная консоль у нас имеет себе две беспроводные зарядки для двух телефонов очень удобно все это расположено то есть можете спокойно положить сюда свой телефон и прямо отсюда им пользоваться безумно классно скрытые карманы то есть видите у нас все сделано максимально аккуратно ничего не цепляется взгляд открываем этот карман у нас есть здесь отсек для аксессуаров для различных мелочей два подстаканника открыв которые мы имеем еще один дополнительный отсек достаточно большой если вдруг вещи ваши не поместились в верхней и собственно сам бардачок у нас также имеет большой в себе отсек еще даже больше чем в этой части в которой точно все поместится в нем еще есть у нас и прикуриватель теперь пойдем назад посмотрим что у нас там вот сам второй ряд как видите у нас здесь нету стандартного цельного дивана заднего стоят два отдельных кресла за счет чего как раз таки у нас здесь появляется больше воздуха в салоне больше простора и собственно самого комфорта из удобства у нас здесь есть еще один экран мультимедиа с которым можете управлять климат-контролем включать музыку настраивать сиденья и еще самое главное это я думаю смотреть фильмы под самим экраном мультимедиа у нас идут два подстаканника таких очень минималистичных и два разъема и избитой psy еще что очень удобно как раз таки из-за того что здесь нет цельного дивана это то что можно прямо отсюда перейти на собственно сам третий ряд то есть я в принципе я даже могу вот так вот ехать разговаривать с человеком который сидит рядом со мной очень удобно очень необычно в плане использования этой машины я думаю получите огромное количество эмоций и напоследок хочется обратить внимание на материал отделки салона во первых у нас здесь на всех сиденьях идет кожа с перфорации на ее лицевой части на потолке у нас все в алькантаре если мы посмотрим на дверные карты также увидим кожу очень красивую фактурную ткань очень необычно смотрится по современному в таком экологическом стиле и собственно карбон настоящий матовый карбон который реально очень хорошо сделан и который снизу у нас подчеркивают алюминиевые вставки по привычке хочется сказать что под капотом у нас расположились 1020 лошадиных сил но это не совсем так потому что это электромобиль сюда очень хорошо поместится несколько сумок с еще дополнительным вашим багажом а это вся мощность довезет вас от нуля до 100 всего за 2 и 6 секунды просто представьте себе что это такое эту машину с пробегом 5000 километров вы можете посмотреть в нашем автосалоне про тюнинг автотрейд по адресу улица российская 263 поэтому скорее звоните нам и забирайте эту малышку 265 235 255 266 255 266 266 278 298 298 298 299 299 308